привет всем зрителям и подписчикам моего канала в этом видео я посещу антикварную лавку покажу вам новую посылку с фарфоровой статуэткой который я забрал на почте и вы узнаете как отличать оригиналы от новодельных статуэток также вы увидите боевые ордена второй мировой войны и за что их давали и вы видите одну гривну старого образца с подписью те гибко из оборота если интересно продолжайте смотреть здравствуй лёша привет привет саша привет у нас в лавке канал монеты украины всем сегодня забрал посылку со статуэткой думаю приду к тебе распакуем ты не расскажешь этих друзья некоторые антикварные предметы которые вы видите у меня в обзорах можно посмотреть на моем аккаунте виолити ссылка на него будет в описании я пользуюсь лично этим сайтом очень доволен рекомендую заходить здесь много всего интересного и очень качественные и клевые обзоры них на youtube-канале ссылочку я также оставлю в описании так что переходите и взять на регистрируйтесь на этом сайте где коробочка где-то а вот она у нас так да да тут такое возможно как ты кофе покупал тебя есть чем распаковывать конечно как я покупал кофе сейчас покажу что-то закопилка есть редкие вас а монеты вот здесь не подкидывает так вон у вас я вижу гривна редко и что там бесцветная сколько рога стоит знаете даже почти миллион можно посмотреть так это нет нет лавки смотрите какая гривна какую кофе пьют ребята из лавки удовольствие супер подписью редчайший экземпляр 2004 год слушайте прямо давайте я вас я куплю насколько вы мне продадите миллион я не взял с собой ну давайте поторгуемся я предлагаю 2 гривны мы где-то сойдемся на какой-то цифре 10 10 гривен за одну гривну это отличный курс это даже не два проезда на метро а вы в метро все меряете 8 гривен стоит проезд в Тарькове 10 гривен и что мы видим она просто выпадает бросаем десятку какой-то развод морской флот ну все я прикупил себе такую банкноту стегибка конечно курс наверное не очень но все равно зато живая что тут у тебя интересного здравствуйте а вот и монеты украины 100 рублей монетах мой народ в туалет входит мало не писи совершенно 100 рублей на перебор гривень к гривен до гривен но это барановская статуеточка она не ахти какая дорогая но и не такая часто сожалению конечно вот с этими что там есть посмотрим комплектации нога ступня она кстати подходит идеально подходит добрый день здравствуйте значит объясняю у нас есть в харькове очень хороший мастер который эти вещи реставрируют но ты бери алексей супер клей капой и приклеивай потому что этот мастер с тебя возьмет где-то 150 долларов сам понял сколько ты заплатил за эту статуэтку то есть я за такие вещи больше пятидесяти гривен не дам так как она со ногой можно конечно дать дороже и приклеить и пусть она радует именно твой глаз потому что к сожалению продать ее человеку за стоимость это не получится а вещь красиво лишь советское лицо и самое главное что не новодельно а как-то отличаешь новодел не новодел то есть сейчас принтует что угодно я принтует что угодно но есть технология нанесения клейма все клейма сначала ставят на статуэтку а потом закатывают ее глазурью если клеймо стоит сверху это сразу первый колокольчик вот ну и есть еще много форм как они делали в советском союзе здесь видно что она юзаная стояла а бывает приносят как новая с клеймом которая видно сразу что его печатью напечатали и еще трусилась у китайца рука и чуть-чуть подвинулась и мы с размывом вот поэтому но вещь красивая мне нравится там есть еще что-то пока нет больше нет только одна такая может быть конечно подбросили что-нибудь я не знаю там какие-то на новой почте английский чекан 10 копеечных монет случайно закинули что у тебя еще есть интересного сейчас покажем вот еще не закончим по фарфору вот я вижу такая книжка да сколько у нас вообще этих заводов которые делали какие вот самые частые больше с больше ста заводов а вот что чаще всего попадается расскажи вот тут можно на примерах своих дело в том что очень старинные статуэтки они известны еще там с 1840-х годов и эти статуэтки очень дорого стоят их делали такие известные там кузнецовские фабрики гарднеровские фабрики и тому подобное после того как советский союз пришел и они взяли приватизировали все вот эти фабрики национализировали они их по переименовали сделали своими филиалами у нас появилась различных городах украины россии рига латвия появились такие фабрики которые сейчас вот самые известные но самая крутая конечно считается у фазе ленинградский фарфоровый завод ломоносовский фарфоровый завод это если тебе есть какие-то можем прям показать да у меня есть у меня есть много вещей выставлены на опцион виолити и также у меня есть некоторые вещи здесь я сейчас покажу давай дают чтобы мы так прям зачем снимая покажу и буду сюда посовет не надо снимаю смотри лёш у меня есть вот такая вещь я ее оставил себе не хочу продавать ее ни за какие деньги это вот такая вот лыжница чтобы ты понимал чем она отличается от китайской и от более новодельной подделки просто посмотри на это лицо то есть она советская классно вы снимаете советское четкое лицо почему я не продаю вот здесь вот они не хватает лыжи как кстати у твоей статуэтки ноги вот здесь стоит вот фарфорового завода клеймо вот вот это вот просто дорога мне у меня дочка заниматься фигурным катанием все что связано с фигуристками с лыжами я оставляю себе по хотя бы по одному экземпляру и вот таких вот элтажных вещей она по умолчанию стоит дороже чем допустим там какой-нибудь завод полонский или опять же ну все зависит от редкости тиража по моему здесь я все продал у меня там есть старинные не продал есть еще овчарка но я ее тоже упаковал сейчас в ящике на отправку вот такого рода собачка видишь как это все тоже как бы стоит дороже чем обычной статуэтки чтобы ты понимал когда начался бум и все начали производить большими сериями тогда уже появились такие которые в советском союзе стояли в каждом доме гадания на ромашке или майская ночь парочка вот эти вот все вещи они 100 гривен ее надо умудриться продать потому что не все еще хотят полкинг платить за пересылку поможет ли можно пойти сейчас купить за 120 июня вот вот такие пироги понял а что повторует второй завод какой по интересности взял фазе и потом что еще может быть у тебя что то есть у меня я не собираю и не советую собирать по заводам я собираю и мне нравится допустим лица поэтому мне нравится собирать детские мне нравится вот укутыш это хоть и полонная то есть в украине город но и стоит он недорого но здесь тоже вот меня в детстве именно так укутывали у меня есть фотография восемьдесят четвертого года я вот именно так выгляжу вот это вот называется а ну-ка отними где девочка дразнит собаку и таких статуэток ну очень много есть различные и фигуристки и лыжники вот там вот у меня должен стоять лыжник в общем посмотри их очень много окей окей что у тебя еще есть интерес да и показать я знаю что тебе приносят разные там и ордена медали хотел показать то что сейчас у меня есть в коллекции и будет продаваться на виолете принципе выставлены да это два ордена боевых сорок третьего года я ческать переключая сейчас больше на нумизматику решил какую-то часть он может прям поднять вот большую часть там коллекции выставить на виолете это и ордены боевые вот и в целом хотел тебя спросить как вот и такое что правда все думаешь про коллекционирование про есть у тебя коллекционеры которые приходят конечно есть эти теме лично есть 43 год кстати вот пройти 1 43 год когда идет разгар войны можно сказать их не так часто давали то есть реально ну чтобы получить такой орден нужно было прям супер подвиг делать конечно основная моя тема это монеты украины но вот в данном формате буду рассказывать и показывать вам данные ордена и и я буду рассказывать и показать ордена не сам орден отечественной войны второй степени впервые награда была учреждена 1942 году и она впервые в наградной системе советского союза появилась награда со степенями данном случае это отечественная война у нас второй степени учреждена была награда отечественная война первой второй степени потому что нужно было конкретный устав нужен был конкретный устав для конкретных подвигов и для того чтобы награждать бойцов которые отличились орден отечественной войны второй степени номер триста десять тысяч это тоже сорок третий год это ленинградский монетный двор я хочу сказать за что четкий был устав разработан за что давалась такая награда именно орден отечественной войны второй степени я прочту несколько пунктов кто уничтожил огнем артиллерии огневые средства противника и обеспечил успешное действие войск далее кто ночью снял сторожевой пост дозор противника или захватил его кто из личного оружия сбил один самолет противника кто борясь с превосходящими силами противника не сдал ни пяди своих позиций нанеся противнику большой урон кто захватил и привел на свою базу транспорт противника кто уничтожил огнем артиллерии не менее двух самолетов противника кто своим танком уничтожил не менее трех огневых точек противника тем самым способствовал наступлению нашей пехоты вот такой вот устав по этому ордену очень интересная награда и еще раз хочу сказать это сорок третий год это самый разгар отечественной войны не так просто было проявить себя чтобы получить вот такую вот награду он вы видите гайка тоже серебра 8 57 сколько грамм здесь 2 гайка 9 грамм гайка тоже делась из серебра точно так же как и орден 925 проба орден красная звезда был учрежден 5 мая 1930 года постановлением президиума цик ссср центральный исполнительный комитет ссср в данном случае у нас красная звезда ну вообще нужно сказать что это один из почетнейших орденов в системе наград советского союза он был учрежден сразу после орденов ленина боевого красного знамени трудового красного знамени то есть третья четвертая фактически награда это красная звезда мы видим здесь номер 204 362 это пятка это ленинградский монетный двор эта звезда достаточно редкая это награждение приблизительно сорок третий год начала сорок третьего года вы видите два луча пострадали их пытались восстанавливать но в любом случае это ничем как бы ну скажем значимость этого ордена значимость этой награды не уменьшает скажем так уж сильно пятка это орден достаточно редкий и такой небольшой номер говорит о том что это самый разгар великой отечественной войны и в сорок втором сорок третьем году было намного сложнее получить орден красной звезды чем когда это бы уже было сорок четвертый год скажем массированное наступление советских войск массированное наступление советской армии ну скажем при таком вот массированном наступлении советской армии и бегстве фашистских войск было проще получить такую награду вот сорок второй год сорок третий год это говорит о том что это не так просто это разведчик который получил за то что он ликвидировать это все человек да то есть там очень интересно прям почитать историю бери вот это все указывая на виолете когда будешь уже выставлен а выставил уже надо уже выставлен оба ордена выставлены я понял вот за оборону сталинграда к сожалению тоже над сегодняшний день я считаю что недооцененная стоимость вот такая вот медаль которая была выдана всем кто оборонял сталинград вы знаете что под сталинградом впервые попал в плен фридрик паулюс фельдмаршал гитлера и 24 генерала и около 100 тысяч пленили солдаты и офицеров противника под сталинградом вот такая вот еще медаль за оборону сталинграда вот боевая медаль уже по золото фактически 13 и 19 сотых грамма но она из латуни но по золото уже практически тут почти не видно от времени уже стерлась вот такая вот боевая медаль очень ценная награда очень паянное ухо очень ценная награда и все бойцы которые получали такую награду в народе и среди своих коллег военных ветеранов пользуются пользовались особым уважением потому что сталинград это немцы говорили это был ад и для них и бои под сталинградом был ад и для советских солдат и офицеров в том числе я считаю что недооценена ее стоимость потому что я прошу за такую награду вот она у меня есть сталинград и ленинград колодочка вот это оригинальная здесь по идее вот это узел не она здесь она менялась но не в этом суть все равно вот это вот вместе наберет больше чем если ты естественно выставишь вот эту одну медаль сколько ориентировочно такие вот медали 500 600 700 вот это же дальше 600 гривен стоит 600 гривен с оригинальной да да опять же может быть люди накидают в совокупности гораздо больше за какую-то конкретную вещь вот да вот такие вещи вот такие вещи они к сожалению не представляют какой-то ценности но так как это на разведчика есть конкретно собирают по подвигам есть конкретно собирают медали на женщину исключительно платят за нее дороже чем на за обычный поэтому вещь интересная надеюсь покажешь мне ссылочку на этот лот да да друзья спасибо всем кто посмотрел это видео надеюсь она была вам интересным таким разноплановым поддержите пожалуйста его лайком подпишитесь на канал чтобы быть в курсе нажмите колокольчик и до новых встреч пока друзья